Всем добрый вечер! Ребят, привет! Как меня слышали? Всех в зале. Привет, ребят! Ну, отлично. Пока все подтягиваются, давайте мы с вами посмотрим, кто из какого города сегодня. Ребят, напишите город и страну. Если это не Россия, тогда еще добавьте страну, пожалуйста. Вот. Посмотрим, кто у нас сегодня присутствует. Так. Так. Интересно. У нас, как вы знаете, все больше и больше становится. Мы уже такими темпами растем, что у нас даже недавно смотрел, откуда ребята из Бразилии появились. Вот в нашей команде. Что ж такое? Откуда они берутся? Ну, это, конечно, здорово. Мы развиваемся большими темпами. Сегодня на вебинаре, на нашем, мы рассмотрим, опять же, нашу компанию, те возможности, которые появились не так давно причем. И поговорим о важных новостях. Какой большой у нас, да? Какая география у нас просто. Отлично. Сейчас, ребята, у меня небольшая техническая проблема. Буквально 3 минутки и мы начинаем. Пока можете налить себе чай. Кто сегодня первый раз, вы узнаете очень много новой информации. Можете подготовить какой-нибудь блокнотик и сделать себе пару пометок. Буквально через 2 минутки начинаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! И я, извиняюсь за небольшую задержку. Ребят, а давайте поставим плюсик, кто у нас сегодня первый раз будет получать вот эту супер информацию. Кто вот еще немножко не знаком, может быть, с криптовалютами или с нашей компанией, с теми возможностями, которые вообще стали возможными так давно. Так, ага, ну понятно, конечно же, больше людей узнают об этом, и эта информация вообще по криптовалютам, она сейчас в таком информационном тренде, да, согласны? Что уже многие СМИ говорят об этом, в интернете много информации, и уже такие ключевые люди в государстве, как Герман Греф или Медведев, даже говорят на тему криптовалют. То есть эта тема, она уже становится такой публичной, и сегодня я с вами поделюсь своими знаниями по этому поводу. Я специалист в сфере криптовалют, и мне всегда есть что рассказать. Иногда хочется немножко глубже, конечно, даже это сделать, но сегодня у нас такой обзорный вебинар, чтобы те возможные компании Стрейд предоставляет, вы смогли по-настоящему оценить. Давайте потихоньку начинать. Меня зовут Репринцис Александр, я живу в России. Я один из первых людей, кто начал активно изучать криптовалюты и популяризировать их в нашей стране. Ну, сейчас мы уже вышли за рамки нашей страны, мы теперь приседеемся к мировому сообществу криптовалютам. Сегодня на вебинаре мы рассмотрим важные темы. Я так полагаю, что многим интересны здесь деньги. Да, ребята, как можно заработать, приумножить свои вложения, либо заработать их с нуля, да, без своих вложений. Вот, это мы сегодня обязательно рассмотрим. Рассмотрим нашу компанию, которая сейчас является, ну, может стать, лидером, что ли, на рынке. И поговорим о сфере глобальных вещах. Итак, если вы готовы, давайте десяточки в чат, и мы будем приступать. Класс. Я посмотрел, сколько у нас сегодня городов, сколько стран, и мне вот с каждым вебинаром все радостнее и радостнее. У нас уже, ну, сотни человек приходят на наш эфир, это здорово. Ну, и так, я так полагаю, что многих из вас интересуют деньги, вы, в принципе, это, думаю, уже тоже не отрицаете. Какие, знаете, вообще деньги? Какой у них есть вид? Я думаю, все вы знаете, что бывают монетки, это идет еще там с раннего Средневековья. Есть бумажки, бумажные доллары, евро, рубли в бумажном виде. И, конечно же, это последние, последних лет на УХАУ, это карты, пластиковые карты банковские. Ну, все вы с ними хорошо знакомы, у многих из вас, я уверен, ни одна, ни две, и у некоторых даже не три банковских карты, правильно? Это современные технологии, которые приходят, и это хорошо. Но сегодня мы с вами рассмотрим четвертый вид денег, так сказать, это криптовалюты. Криптовалюта – это очень интересная вещь, но сначала пробежимся коротко, в принципе, по деньгам. Потому что, как я понимаю, всех они интересуют, но почему-то не у всех они есть. Да, ребят, может, у кого-то был в школе урок богатства? Поставьте плюсик, у кого вот был прям, кого обучали в школе богатства или в институте. Да, конечно же. В школе нас обучают чему угодно, только не деньгам. В принципе, как и везде, как и в институте, как и в аспирантуре, нас учат, как быть хорошим наемным работником. Но не учат, как нам при этом зарабатывать деньги, как их инвестировать, как ими распоряжаться, и как в старости уже быть финансово независимым человеком. Сущность денег финансовых, чтобы понимать, она, деньги прошходили определенные этапы, мощные, серьезные этапы. И каждый из этих этапов, он нес с собой мощную трансформацию общества и определенный эволюционный виток. Согласны? То есть, начиная вот с 6 тысяч лет до нашей эры, когда был натуральный обмен, шкуры меняли на топоры. Потом люди стали понимать, что нужна какая-то единая мера, единая мера ценности, которая может из себя ценность не представлять как таковую, но будет такой признанной единицей. У разных племен это были ракушки, перья, камни, шкуры. Потом общество перешло к драгоценным металлам, и очень долгое время на них, в принципе, и оставалось. Это золото, серебро, драгметаллы до сих пор в цене, и государства меряются с золотовалютными резервами. Сейчас мы наблюдаем очень интересную вещь, что критивалюта становится той самой ценностью, которая навязана уже только не государством, а выбрана людьми и для людей. Об этом чуть попозже. То есть, вот это были этапы развития денег до давнего времени. И сейчас, как вы знаете, очень информационное поле очень быстро развивается, общество очень быстро развивается, технологии просто космические. И мы уже перешли к новым видам денег. То есть, это появились бумажные деньги, они появились вообще буквально вчера по меркам истории. В России это только по Екатерине Второй вообще бумага, как деньги появились. До этого были только монеты. Может кто-то удивлен, поставьте в плюсе, кто прям удивился. Деньги действительно, вот именно бумажные, они появились вообще не так давно. Но уже в 70-х годах, в 70-х годах начинается расмене банковских карт. Это вот тот эволюционный скачок, о котором мы говорили. И, конечно, торговля, интернет-торговля стала очень развита именно благодаря банковским картам. Уже нет необходимости с собой таскать ни золото, ни шкуры, ни топоры. Можно просто подходить с одной банковской картой. И, в принципе, бы все всех устраивало бы, да, думаю. Но есть некоторые минусы у этих денег, мы их дальше сейчас с вами рассмотрим. Очень важно понимать смысл. Смысл тот, что современные деньги, они на 90% представляют собой безналичную форму. То есть в мире огромное количество денег, огромное. Но все эти деньги в основном это цифры на экране монитора, 90%. Это причем мягкая такая еще статистика, там, последних лет. На самом деле сейчас, чем дальше, тем больше становится эта сумма. То есть реальный день, который вы можете потрогать в виде монет, бумажных носителей, это вообще ничтожная часть. Кто удивлен, можете ставить, надо придумать какой-нибудь значок для удивленных людей. Давайте скобочка открывается, точка и скобочка закрывается. Это значит, что вы, вау, удивлены. Ну, собственно, а что плохого-то с современными деньгами? Вроде бы всех все устраивает, да, мы ими давно пользуемся. Зачем какую-то криптовалюту-то изобретать? Какой смысл? Многие не понимают. Нет, Серик, не нужно два раза удивляться подряд, а то получается какой-то странный жест. Странная картинка. Ребят, удивляйтесь по одному разу, хорошо? А с деньгами нынешними что плохо? Все вы замечаете, как растут цены, да? Кого бесит инфляция? Напишите в чат «бесит». Когда вы заходите в магазин и прямо гарантированно можно сказать, что вы на одну и ту же бумажку в тысячу рублей вы купите, в принципе, не меньше. Может, не каждый прямо, конечно, день, но это очень ощутимо, я думаю, для жителей СНГ особенно, да? Когда в год у нас теряется порядка 10% от всех денег, что мы заработали, наша семья, порядка 10%, ну это еще по официальным данным. Жуть. Я вот ненавижу инфляцию, даже вообще кошмар. Потом, следующий пункт, что с современными деньгами не так, это тотальный контроль. Все вы же знаете, что все ваши переводы, доходы государство прекрасно отслеживает, налоговое прекрасно видит. И что бы вы ни приобрели, особенно через интернет или по картам, все это видно. Да, большой брат среди дынами. Также те деньги, которые лежат у вас на счете, можно отобрать, но это не те преступники в темном переулке с битой. Это уже скорее наоборот, это государство. Поставьте, ребята, плюсики в чат, у кого хоть раз с карты банки воровали деньги. Ну не воровали, конечно, а по распоряжению судебных приставов, суда, налоговой, ГАИ штрафы. То есть вы смотрите, приходит СМС, блин, списали деньги, а вас-то никто не спрашивал. Да, блокировали, конечно же, счета. Особенно, когда дело доходит до крупных сумм, допустим, вы там квартиру продали, положили деньги, либо наоборот пытаетесь перевести деньги. Только сумма переваливает вот за красную границу, это там полтора-два миллиона, вам уже пристальное внимание. И ваши денежки могут подморозить и попросить вас отчитаться, собственно, где вы их взяли. То есть это вообще проблема. Это даже внутри отдельно каждой взятой страны. А если вы из страны в страну переводите, то там вообще суперконтроль, вы из двух сторон прилипните. Ну а также деньги не обеспечены ничем. Можете удивляться, кстати, в чат писать наш секретный значок. И принадлежат они, ну как бы сказать, не вам на самом деле. То есть я считаю, что мои деньги никто у меня не может взять. А если кто-то приходит и их с моего счета изымает, то не так уж они и мои. То есть контроль на 100% мне не принадлежит. У меня однажды налоговая у моей организации заморозила на расчете. Ну не заморозила, а просто налоговая по ошибке выпустила безрецепный такой приказ. И у меня просто раз, и деньги перевели. Я был очень возмущен. Ладно, не буду вам жаловаться. Но в тот момент я понял, что мои деньги на счете не такие уж и мои. И это был такой болезненный урок. Чтобы вы больше удивились, можете почитать статью в Википедии, которая называется «Фиатные или фидуциарные деньги». В ней конкретно написано. То есть это в принципе открытый факт, почему-то некоторые его до сих пор просто не знают. Что деньги, которыми мы сейчас пользуемся, рубли, доллары, без разницы, это суть в том, что стоимость этих денег, она поддерживается только за счет веры в людей. Что они не обеспечены ни золотом, ни чем-то еще. То есть эти деньги просто государство нас законом заставляет принимать как какую-то ценность. При этом печатает сколько захочет. Вот сколько захочет, сколько напечатает. То есть печатные станки не выключаются. А главное, как деньги печатаются, это вот так. Посмотрите в чат, я вот напечатал немножечко. Примерно так действует наш Центробанк. То есть он их печатает не на станке, а на клавиатуре. Как вы помните, 90% денег в мире это безнал. Ну, окей. Давайте пойдем дальше. Если вот деньги сравнивать с ресурсом, как вы думаете, деньги ресурс или нет вообще? Просто вот в моем понимании ресурс это вот допустим золото, да. В чем он хорош? Он ограничен, он труднодобываем и он именную ценность, признанную всем. Вот если же смотреть на деньги, то в принципе они ничем не ограничены. То есть их может Центробанк напечатать любое количество, просто любое. Не такие же нетруднодобываемые от этого вырослевших на клавиатуре, можно печатать. Ну и ценность они имеют такую вот федуциарную, то есть да, законодательную. Государство сказало, что это ценность, принимайте по номиналу, мы и принимаем. И денег в мире огромное количество, посмотрите вот на эти нули. Триллионы. Но почему-то у людей денег, как вы замечали, может быть не так уж и много. Правильно? Давайте плюсики, кто согласен, что в принципе это денег миллионы, миллиардов. Мы смотрим, такая-то компания купила, такую-то компанию, столько миллиардов. Денег ну тьма, это океан, огромный океан. Но вот именно люди простые такие, как мы с вами, которые ходят на работу, пытаются содержать семьи. Нет у нас этих огромных денег, они не у нас, факт. И как же так получается? Ну ладно, это вопрос философский, не будем о нем сейчас говорить. И, наверное, стоит сделать просто правильный выбор, что эти деньги, они неправильно, может быть, циркулируют или неправильно распределяются, что ли. Может быть, вот так, да? Можно так, по-моему, или сделать. И сегментная финансовая система, мы в принципе разобрали, чем она плоха. Ну вот, это еще одни пункты, к чему это все плохо. Кредитное рабство особенно, как вы знаете, современная банковская система загнала вообще очень много людей именно в такое кредитное рабство банкирам. Давайте поставим минус 10, у кого вот есть кредиты, и ему это не нравится. Кому нравится, можете написать. Особенно ипотеку, да, ребят, мне кажется, когда банки суют вам договор подписать на ипотеку, надо его кровью сразу подписывать, чтобы было как бы атмосфернее, что ли, понятнее, что происходит. Да, конечно, это так. Ну, мы с вами собрались на практический разговор, и вот как альтернатива всем этим минусам и вот этой несправедливости, это именно криптовалюта. Мы о ней поговорим в следующем нашем блоге. А пока нужно понять главный вывод, что нам делать даже вот без криптовалюты, какой вообще единственный выход из всего этого. То есть у простого человека, который просто работает, есть ли шанс вообще разбогопеть и стать финансово независимым? Ну, конечно же, есть. И они даже разные, но самое, наверное, интересное – это именно инвестиции. Именно инвестиции. То есть это выбор каждого. И возможностей сейчас все больше и больше. И даже с небольшой заплатой можно потихонечку-потихонечку создавать свой капитал. Ну, это действительно так. И, к примеру, вот простая математика без всяких магии и колдовства. Сухая математика. Если мы берем 100 долларов в месяц, мы как-то наловчились их откладывать, не тратить их на сигареты, не тратить их на гулянки. 100 долларов мы откладываем. И всего лишь за 5 лет у нас получается достаточно серьезная сумма. Но мы тут используем такую магию, как сложный процент. Даже Эйнштейн называл это одним из чудес света. То есть за первый год, вот смотрите, мы берем 100 долларов, мы их не тратим каждый месяц, мы их трудолюбиво откладываем в инвестиции, которые нам приносят только 10% в месяц. Конечно же, это не Сбербанк, нужно использовать другие инструменты. И ту прибыль, которая проценты нам начинает капать, мы снова опять же возвращаем каждый месяц на наш инвестиционный счет. И продолжаем также докладывать 100 долларов. Поначалу будет очень тяжеловато, не видно результатов сразу, это как в спорте, это в принципе везде. То есть когда мы что-то начинаем, нужно пройти какой-то определенный период времени, когда мы без потери мотивации это делаем, 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 и тогда уже начинают результаты приходить. Посмотрите уже на второй год, то есть на конец второго года. У нас уже в принципе хорошая зарплата просто с инвестиций в месяц приходит. Достаточно неплохо, да? Если же мы третий год продолжаем как бы свою финансовую дисциплину, то у нас уже более-менее хорошая сумма, можно даже и слетать куда-нибудь отдохнуть. На пятый год за счет сложного процента, вот этот снежный ком, он денег, он растет, растет, растет. На пятый год уже можете открыть сами инвестиционный калькулятор в интернете, найти и почитайте сами. Там уже просто цифры, которые вот за барьер комфорта мозга как-то выходят, и некоторых может как-то вот некомфортно стать от таких сумм, поэтому я их не написал, считайте сами. Это просто, ребят, математик. И сейчас некоторые спрашивают, да какие 10% в месяц, где это видно, я знаю только, что в Загербанке 7% годовых и все. Но, ребята, когда-то и автомобилей не было, и люди ездили как на лошадях. И сейчас мы живем во время возможностей, когда студент, я про Цукерберга сейчас, может в своем общежитии написать программный код и стать просто одним из богатейших людей планеты. Или бывший эмигрант из Украины написать мессенджер в WhatsApp, который у большинства у вас есть, и продать его тому же Цукербергу уже за 18 миллиардов долларов. То есть вот мы живем в век огромных скоростей, но люди продолжают зарабатывать как в 18 веке, просто раньше они управляли лошадью, а сейчас управляют такси. То есть технологии космически различаются, а человек так же и работает, на ту же зарплату в принципе. Но мы переходим к ультрасовременным вещам, это криптовалюты, конечно, новая финансовая реальность. Быстренько побежимся по ним. Давайте соточку в чат, кто слышал, что за криптовалютой будущее. Многие же сейчас об этом говорят уже и очень, причем серьезные люди. Это не просто мнение какого-то студента, это мнение ведущих вообще аналитиков, ведущих банкиров и экономистов. Это реально факт. Вот те тезисы, которые выписал, это относится именно к этому. Многие люди просто не понимают до сих пор почему. Почему-то так. Давайте коротко разберем. Для начала, конечно, будем помнить, что люди есть люди, надо давать им право на ошибку. Даже ведущие эксперты в своей области очень сильно ошибались в свое время. Так что даже вот смешно просто становится над их руманировками. Поэтому, когда кто-то начинает принижать важность криптовалюты, я всегда понимаю, что либо человек некомпетентный, либо он имеет просто право на ошибку. Итак, первая криптовалюта была биткоин. Она создана была всего лишь не так давно. Прошло всего 6 лет. Ну, как он действительно вышел из тени, начал активно развиваться. В 2008 году появился код, программный код, который описывает вот эту систему блокчейн, на которой основан биткоин. И только в 2009 году уже началась ее какая-то первая техническая реализация. То есть, ну, 7 лет по факту существует. И что же из себя представляет биткоин? Давайте рассмотрим. Это некая цифровая валюта. Цифровая электронная валюта. Грубо говоря, это такие монетки. Но они определяют, их определяют определенные свойства. Во-первых, они доступны любому человеку. Нужно идти в банк с паспортом, не нужно писать куда-то заявление, вставать куда-то на учет. Любой человек, у которого есть смартфон и интернет, либо компьютер и интернет, да, они могут стать пользователями. Пользователями этой системы биткоин. И совершать платежи, принимать легко. Также эти деньги придаются от человека к человеку напрямую без посредников. Что в нашем мире очень интересно. Когда мы делаем даже банковский перевод, этот перевод может идти через несколько банков-транзитеров. В нашем же случае нет ни единого посредника, а значит нет людей, которые смогут как-то обложить налогом, как-то взять свой процент за это действие. И эта монета таким образом переводится анонимно, без комиссий, моментально, в любую точку света, бесконтрольно, без возможности заморозить этот платеж, отозвать, обложить налогом, отсудить, арестовать, ну и тому прочее. То есть это настоящая такая ценность, которая принадлежит только вам. Вот у меня есть мои биткоины в телефоне, они очень ценные, дорогие и они только мои. Я знаю, что никто, ни один суд, ни одно государство никогда у меня их не заберет. Если я захочу передать их другу в Австралию, я сделаю это двумя кнопками и без комиссий моментально переведу ему эту ценность. При этом биткоин признан по всему миру, в каждой стране. Вот, к примеру, если мы приедем с нашими рублями в Эфиопию и попытаемся там купить кокос, что по-вашему произойдет? Продавец кокоса будет смотреть на мои рубли, как на какие-то фантики, правильно? Ну, если согласны, напишите 10 сейчас. Действительно, то есть наши рубли, они котируются только вот где-то по СНГ, да, их принимают. Так же, как если мы приедем какой-нибудь валютой в другую страну, если это не доллар, конечно, то есть большая вероятность, что наша валюта там никому вообще не нужна, она нам будет не яд. Так, с биткоином же в любой стране мы будем иметь ценные активы, которые нужны людям. По простой статистике, почему все-таки у биткоина огромное будущее и почему же банковская система сейчас пьет валерьянку? Потому что банковская система – это финансовая система нынешняя на банковской сфере. То есть это люди, у которых есть карточка, либо счет в банке, либо возможность вообще воспользоваться банком. Всего один миллиард человек. Можете удивляться нашим жестом. Всего один миллиард. То есть из семи миллиардов человек всего один миллиард – это пользователи банковских услуг. Но при этом смартфон и интернет, технологии же развиваются, как мы помним, они есть уже у трех миллиардов. Даже у папуаса там где-то вот за банановой под повязкой там может уже быть смартфон. Поэтому в объеме, в перспективе криптовалюты в три раза больше нынешнего финансового сектора. Но по статистике это очень новое явление и вообще очень мало людей пока знает, что это, как этим пользоваться, а как уж на этом заработать вообще знают только единицы на данный момент. Но мы эту ситуацию исправляем. Давайте дальше. Что вот экономически из себя представляет биткоинт? В 2011 году он стоил… Очень мало. Около доллара. Сейчас один биткоин. Ребят, кто у нас следит за курсом, напишите в чат, сколько стоит сегодня, на сегодняшний день, один биткоин. У кого есть информация посвежее? 730. Ну да, примерно так же. Я сегодня продавал немножечко, примерно так и продал. То есть один биткоин, ребят, стоит 730 долларов, а 5 лет назад он стоил 1 доллар. Тут у меня немножко старый слайд, потому что у него цена постоянно растет. В общем, на данный момент, если так считать, с 2011 по 2016, это 5 лет, 70 тысяч процентов дал он как стоимость актива, да, если вот так рассматривать, как актив. Можете удивляться. Помните, ребят, мы в считалочку такую играем, что будет, если перенестись назад и проинвестировать там 15 тысяч рублей. Ну, я вижу, что новеньких у нас не так много, ладно, не будем их шокировать. Скажем просто коротко. Ребят, если бы вы вложили бы 15 тысяч рублей 5 лет назад, я думаю, у большинства из вас 15 тысяч рублей 5 лет назад бы нашлось, если бы от этого зависела ваша счастливая жизнь. То всего за 5 лет вы бы получили состояние от биткоина примерно, кто помнит, как мы считали, 20… нет, сколько это было? Кто, ребят, помнит? По-моему, да, 24 миллиона рублей, точно. То есть, представляете, вы вложили 15 тысяч рублей, получили 24 миллиона через 5 лет. Ну, класс. Ладно, будем торопиться, сейчас нет прийти на это. Ну, смотрите коротко. Как можно упустить возможность? Осталась переписка на одном из форумов, где один молодой человек был голоден, у него были биткоины, они тогда стоили ничего буквально. И он купил у другого человека пиццу, ну, там, две пиццы точнее, за 10 тысяч биткоинов. На сегодняшний день где-то рыночная цена этих 10 тысяч биткоинов – это примерно 440 миллионов рублей. Бюджет Рязани. 440 миллионов рублей, представляете, ребят? Это вообще класс. Ну, этот молодой человек, наверное, очень расстроился сейчас. Ну, и так, какие же деньги здесь есть? Мы поняли, что биткоин, он достаточно перспективный стал, как именно актив. Но это целая индустрия, ребят, целая индустрия. Стали появляться криптовалютные биржи, стали появляться стартапы на криптовалюте, стали появляться какие-то проекты. Постоянно появляются новые монеты криптовалютные тоже, которые являются, как бы, альтернативой биткоину, их называют альткоинами. Это общее название всех криптовалют, кроме биткоина. В том числе, один из самых перспективных проектов – это платформа Этериум и ее криптовалюта Эфир. Эфир вырос уже на достаточно большие деньги, это порядка 30 раз за один год. Ребят, за один год рост активов в 30 раз – это хорошо или плохо, как вы думаете? Вполне так это феерично просто. Ну, сейчас Этериум переживает небольшой спад, как бы идет спад, будет потом коррекция, он опять пойдет в рост. То есть это биржевая ситуация обычная. То есть что будет дальше с его ценой, мы увидим. Нам кажется, что он будет расти. Эта индустрия породила целую волну новых миллионеров. Просто новую волну. И не просто миллионеров, а даже мультимиллионеров. И эта возможность остается, в принципе, у каждого из нас. Потому что до сих пор вся эта тема, она очень инновационная, новая и не публичная достаточно. То есть вы видели статистику, 0,1% населения наших стран вообще представляет, как можно на этом заработать. А возможность состоять. И это такая стратегия голубого океана, да, где пустой рынок и он весь наш. Вот так выглядит динамика роста кошельков. Как вы видите, это такой рост по экспоненте, который, ну, в принципе, не остановить. То есть это бурное развитие, которое будет уходить просто в космос. Можно сказать, что сейчас только все начинается. Сейчас открыто 10 миллионов кошельков всего. Ну, из 7 миллиардов человек, 10 миллионов, понимаете, что это капля в море. Также растет количество транзакций. То есть это рост очень устойчивый, стабильный и он только набирает обороты. Грубо говоря, джин из бутылки уже выпущен. И все перемены только грядут. Мы сейчас находимся в уникальное время, вот, слома формации. И именно в эти времена, да, можно делать большие деньги. Помните 90-е? Что было в 90-е? Был смена формации, смена вообще устроя общества, смена системы. И вот это именно на переломе возникли, помните, новые русские. Ну, это негативные, конечно, персонажи в малиновых пиджаках, на которых денег было просто завалить. Вот сейчас идут новые 90-е, но только сейчас рулит не грубая сила автомат Калашникова, а интеллект и знания. Давайте соточку, кто хочет оказаться с интеллектом и знаниями в это время и воспользоваться им так же успешно, чтобы потом говорили, ой, до этого он из 90-х там дядя, куда ты на Лексусе. Да, все верно, ребят. Так что давайте будем изучать это направление и пользоваться его возможностью. Смотрите, если бы просто биткоины можно было добывать из ниоткуда, они бы, конечно же, если бы они росли на деревьях, как листья, они бы ничего не стоили. Но с каждым днем все сложнее и сложнее добыть новый биткоин. Как добываются, кстати, биткоины? Я понимаю, что это очень сложный вопрос, и многие из вас не понимают. Это нужно углубляться в технические аспекты, но у нас нет на это времени. Буквально коротко, чуть позднее скажу, но поймите главное, что биткоин, его главное, ну одно из главных, точнее, преимуществ, он жестко лимитирован. На всей планете Земля за всю историю может быть создано только 21 миллион монет. 21 миллион монет. И не монетой больше. И с каждой новой добытой монетой добыть следующую становится сложнее, сложнее и сложнее. Вот график добычи сложности. Как вы видите, он тоже растет колоссально. То есть как золото. Почему золото всегда растет в цене? Да потому что оно лимитировано. А почему рубль всегда теряет свою покупательскую способность? Да потому что его постоянно печатают. Так вот, биткоины уже из 21 миллиона добыто 17 миллионов. И остальные будут добываться в ближайшую сотню лет. Поэтому на 7,5 миллиардов человек каждому по биткоину не хватит. А, ну кстати, за счет чего будет его поддерживаться, ну ликвидность что ли, да? Не ликвидность, а возможность сделать транзакции, если всего 21 миллион монет. Каждый биткоин делится до 8-го знака после запятой. То есть вы можете передать человеку его минимальную часть, которая вот ну ничтожно равна. Мы привыкли, что наши валюты, доллары и рубли, делятся до сотого знака, но биткоин может быть даже вот такой. Это из того, что один биткоин будет в свое время настолько ценный, что его нужно будет делить. Ну я вот уверен, что наши с вами дети смогут за один биткоин покупать недвижимость, квартиру. Почему нет? Ну, как вы уже догадались, с такими характеристиками актив может только дорожать. Поэтому, когда мне люди говорят, ой, биткоин это все ерунда, он скоро там рухнет, вы там все свои деньги потеряете, это МММ очередное. Ну мне смешно. Это просто невежество и некомпетенция. Спрос у него постоянно растет, предложение его постоянно уменьшается. И цена его формируется только людьми. То есть люди встречаются на бирже и сами решают, сколько будет стоить биткоин. Это честное формирование стоимости по рыночным механизмам. В отличие от многих других вещей. Такая картинка, думаю, будет очень понятна. То есть на бумажные деньги, на одну и ту же величину мы можем купить с контингом все меньше, меньше и меньше. И тот пакетик, с которым мы выходим из магазина, он каждый раз легче, легче и легче. А с биткоином наоборот. Имея один биткоин, мы можем купить на него все больше, больше и больше, а скоро это будет прям недвижимость. И буквально 3 минутки, почему же это все возможно. Почему это никто не запретит, не уничтожит. Почему нельзя это запретить. Это децентрализованная, ребят, система. Децентрализованная. То есть нельзя прийти в какое-то конкретное место, показать пальцем и сказать, вот сервер биткоина, давайте его отключим. Вычислительная сеть биткоинов, она называется блокчейн, и она распределена по всему миру. То есть любой человек может установить сервер, подключить его к сети, и он станет маленьким нейрончиком общего мозга вычислительной сети. Таким образом, если даже половину нейронов убить, остальное продолжит работать. Поэтому это по всей планете сеть распределена, и ее невозможно ничего с ней сделать. Ни законодательно, ни физически, никак, ни юридически. Ребят, давайте поставьте, пожалуйста, от нуля до десяти, вот как вам идея биткоина понравилась, его, может быть, возможности инвестиционные. Я вот когда первый раз узнал о биткоине, ну у меня тоже изначально было, знаете как, вот знаете, как перед смертью там идут такие стадии, психологи их называют, то есть там принятие, отторжение, потом там торги, вот в определенные стадии проходят. Вот в криптовалюте есть абсолютно схожие стадии, они выглядят как первая, первая сразу стадия, куда все мы попадаем в основном. Это все ерунда, это какая-то там вообще детские игрушки, это все не настоящее, какой-то лохотрон в первой стадии. Потом, дай бог, если находится человек, который вам, ваше невежество как бы убирает, открывает вам глаза и рассказывает, почему это круто, почему это действительно будет работать, почему за тем будущее. Тогда наступает вторая стадия, это интерес и изучение. Ну ладно, разберусь, что же это такое, давай почитаю там что-нибудь, что-нибудь пообщаюсь еще с людьми компетентными. И третья стадия, о боже мой, новый мир, все, я хочу быть своим сторонником, я буду твоим верным служителем. Это вот третья же стадия, и многие люди сейчас находятся в ней, и за криптовалюту действительно очень помогают ей в развитии. Ну, биткоин был первой валютой, но не единственной. Сейчас уже есть много других альткоинов, альтернативных монеток, и наша компания, она специализируется на криптовалюте эфир. Криптовалюта эфир – это новый шаг, это криптовалюта 2.0, если так можно сказать. Это огромные возможности, и они гораздо сложнее, многовариантнее, чем биткоин. К сожалению, у нас не будет время и рассмотреть. Разработчик криптовалюты эфир, как-то что очень приятно, он наш земляк, если так можно сказать, правда он в Канаду эмигрировал, потому что в России почему-то новые технологии воспринимаются не очень хорошо. Кстати, есть миф такой, что в России запрещен биткоин. Поставьте плюс в чат, кто слышал эту тупость хоть раз. В России запрещен биткоин. Да? Встречали такое? Ну, это, конечно, вообще, я вот так вот постоянно делаю. Ребята, не запрещен в России биткоин. Хотя бы по той причине, что его невозможно запретить. Помните вот про нейронную сеть? Это невозможно технически. Это все равно, что запретить пользоваться смартфоном, запретить пользоваться интернетом, компьютером. Как это запретить? Да никак. В общем, ладно, возвращаемся к Виталию Купутереву. Это наш земляк, у него футболка на моем похожа, как вы видите. У него самая сильная команда, наверное, криптовалютных гений, которая есть на планете. Они вместе разработали эту платформу. И на данный момент криптовалюта эфир, она по своим возможностям все равно против биткоина, все равно, что калькулятор против макбука. Понимаете, насколько шире сфера применения практического и насколько потенциально большое применение. То есть калькулятор – это просто вычисления простые, а макбук – это целая вселенная с играми, с фильмами, программами, с мессенджерами и тому подобное. Грубо говоря, очень, если в пару словах, то Этериум – это мировой компьютер. Мировой компьютер, куда можно загрузить как-то цифрованную информацию, которая определяет, например, распределение прибыли между партнерами. И это распределение будет работать всегда как гравитация. Его будет невозможно изменить, невозможно подделать, удалить. То есть решили прибыль пополам делить, она будет всегда делиться пополам между партнерами. Или, к примеру, вы приходите в банк, вам банк тут же дает автомобиль без всяких справок, без залогов вам дали автомобиль, но вы обязуетесь перечислять на счет 10 тысяч рублей в месяц за него. Вы едете, все нормально, но если вы не заплатили этот платеж, у вас машина просто перестает заводиться, либо брелок ее не открывает. То есть это сфера смарт-контрактов, за этим однозначно будущее, сейчас все сюда смотрят, это именно платформа Ethereum и криптовалюта ETH. Она также децентрализована, имеет свой блокчейн и именно возможности для инвестиций открывает для наших инвесторов и партнеров нашей компании вот эти огромные возможности. То есть капитализация эфира на данный момент миллиард долларов, то есть это не шутки, это серьезный инструмент. рост за год около 3000% стоимости и котировка на всех биржах крупнейших и будущее просто огромное. Наша компания Estrade занимается популяризацией этой платформы Ethereum и торгами непосредственно на криптовалютных биржах этой криптовалютной монетой. Ну собственно переходим уже к тому как же собственно зарабатывать деньги. Давайте соточку в чат кому тоже не терпится узнать как же можно на криптовалюте заработать тоже наконец-то. Все это идеологии идеологии но где деньги покажи мне деньги show me money. Ребят я вот делаю такое долгое вступление чтобы вот было именно понимание потому что на уровне принеси столько денег получишь столько это слишком примитивно и по моему скучно. Когда есть идеология большая цель большая задача большая команда разработчиков и определенные посылы в будущее по моему это круче если вы согласны поставьте плюсик. А я потихоньку перехожу к нашей компании компания Estrade первые три буквы это от Ethereum как вы понимаете либо Ethereum и компания наша инвестиционная работает именно с криптовалютой о которой мы говорим последние 40 минут давайте коротко компания компания была основана в августе 2015 года и занимается доверительным управлением на криптовалютной бирже то есть смотрите ребят когда биткоин и прочие криптовалюты вроде эфира перестали быть игрушкой когда начался этот бешеный рост когда с одного доллара начал идти рост 10 долларов 100 долларов цена биткоина доходила до 1000 долларов с одного представляете как колоссальная вещь стала возникать целая инфраструктура вокруг этих криптовалютных дел и в первую очередь появились криптовалютные биржи ну вы знаете так все биржи классические это Forex это фондовая биржа сырьевая их очень много это классические старые инструменты но сейчас появились криптовалютные биржи объем торгов к примеру недавно побил рекорд и составляет порядка 5 миллиард долларов за одни сутки это объем торгов представляете какой объем и большие деньги всегда делаются на таких инструментах финансов будь то Forex либо фондовый рынок ну вы понимаете и наша компания занимается доверительным управлением на одной ну на крупнейших таких биржах то есть есть команда трейдеров они торгуют получают доходность и компания распределяет ее между своими инвесторами на данный момент платформа S-Trade она уже переведена на 15 языков и на старый клайд уже 15 языков с нами и ребят новость дня открывается головной офис в Москве ну конечно же в самом престижном месте это Москва-Сити открытие намечено на 1 декабря давайте соточки в чат кто рад этому событию ребят это вообще супер как вы помните мы рассматривали слайды где открывались офисы уже в Китае это ну большое достаточно уже количество мест где открыты офисы и вот мы дошли до России мы уже как вы знаете активно развиваемся здесь два месяца и сейчас будет официальная платформа площадка территория куда вы можете прийти привести потенциальных партнеров инвесторов получить информацию всю пообщаться посмотреть как это работает ну Москва-Сити конечно же это сердце вообще наверное бизнеса во всей стране у нас и конечно же офис будет там вот это класс в Питере будет тоже офис официально же компания зарегистрирована в Гонконге и находится тоже ну это тоже такой ключевой конечно же бизнес-центр сам сердце Гонконга и в Гонконге именно как в зоне регистрации юрисдикции находятся все крупнейшие какие-то финтех проекты стартапы мощные преимущество в том что инвесторы не платят налог на свою прибыль если они не находятся на территории Гонконга по-моему здорово да давайте все-таки вот детально разберемся чем занимается компания есть такое понятие как трейдинг а человек которым занимается это трейдер он выглядит примерно вот так то есть есть биржа там на бирже встречаются кто у нас покупатели и продавцы не важно что торгуется бочка нефти к доллару либо акция сбербанка к доллару либо это биткоин к доллару всегда есть график который идет и трейдер тот человек который умеет на этом очень хорошо зарабатывать давайте разберем определение из википедии это торговец о рисовать окажется можно это торговец который действует по собственной инициативе и стремится извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли по сути это биржевая спекуляция ребят ну элементарно сегодня золото стоило 100 долларов на завтра оно стало 110 мы вчера купили сегодня продали вот у нас 10 долларов в кармане это очень просто давайте на графике посмотрим как это выглядит очень важно понимать что трейдер зарабатывает всегда неважно идет рынок вниз либо идет рынок вверх ну то есть как всегда то есть ему не важно куда движется рынок он всегда будет извлекать из этого прибыль но самое главное и важное для трейдера чтобы была волатильность это когда курс он нестабилен и его колбасит грубо говоря вверх вниз именно на таких скачках делаются большие деньги давайте поставим соточку в чат чтобы кто понимает о чем речь и понимает основы биржевой торговли кто-то может торговал на форексе вот помните бум был в начале 2000 на форексе я знаю что в чате есть действующие трейдеры для них это просто азбука для остальных я вас поясняю если актив падает то мы его что делаем давайте отгадаем продаем или покупаем на самом деле не важно куда идет цена прибыль можно всегда извлечь да шортим правильно это такой сленг трейдеров шортим шортим в другом же случае если цена пошла наверх сделка совершается противоположно опять же есть поплокс это и профит кому интересно можете разобраться с биржевой торговлей это не сложно достаточно интересно что же конкретно предлагает наша компания наша компания предлагает получать пассивный доход от своих инвестиций в криптовалютную биржу то есть те деньги которые сейчас есть на бирже это колоссальные объемы и благодаря торговле процессу трейдинга можно извлекать очень хорошую прибыль поэтому наша компания является такой платформой на которой встречаются частные инвесторы которые инвестируют деньги размещают свои депозиты и профессиональные трейдеры это ряд профессионалов которые берут эти уже средства управления и по определенным инвестиционным пулом начинают торговлю поскольку криптовалюта это такая высокодоходная вещь и очень волатильен ее курс и достаточно уже большие объемы проходят есть возможность получать действительно большую прибыль на самом деле и на форексе и на акциях люди зарабатывают большую прибыль вы это знаете но на криптовалютах это делать чем-то проще и нет очень много барьеров разных которые есть так вот доход нашего инвестора составляет от 15 до 25 процентов в месяц ребята это шикарная конечно доходность многие до сих пор не могут в нее поверить как допустим раньше не могли люди поверить что можно из Магадана добраться в Лас-Вегас за 3 дня но раньше инструментов таких не было как самолеты сейчас они есть конечно же присутствуют определенные риски но риски они диверсифицированы диверсифицированы между специалистами трейдерами то есть торгует не один человек как вы знаете биржевая игра это определенные риски это всегда есть предупреждение о них но за счет того что торгуют много профессионалов если один из них совершает просадку в рамках стоп-лосса то остальные трейдеры прибылью вытаскивают и компания уже проторговала один год отчет можно скачать в личном кабинете у кого нет доступа почему-то в личный кабинет до сих пор обратитесь к тому человеку который вас сюда пригласил он вам поможет зарегистрироваться объяснить как все это работает как это выглядит внутри бэк офиса это бесплатно совершенно никто с вас деньги за это не возьмет там вы сможете скачать отчет за последний год и посмотреть что действительно именно прибыль была вот в этом диапазоне от 15% до 25% также компания наша предлагает зарабатывать вместе с ней поскольку открыть офис по криптовалюте достаточно проблемно и нет еще четкого юридического определения криптовалюты компания предлагает партнерам стать агентами ну об этом чуть попозже пока мы разберем именно вот эти возможности которые есть собственно биржа против коррекса она явно отличается в лучшую сторону она более волатильна то есть потенциально больше прибыли она достаточно хорошо прогнозируется то есть фундаментально технически и нет таких знаете крупных игроков маркетмейкеров так называемых которые просто могут прийти и вот мелких инвесторов они кстати хомячками называют как кровоязыком так связать есть в общем источники другие кроме торгов это участие в ICO альткоинов то есть это выпуск новых монет каждый день появляются новые монеты и их курс может в сто раз увеличиться вообще легко ну потом он может упасть но прибыль на это можно сделать ну и также биржевой арбитраж допустим сейчас Индия и Нигерия готовы покупать биткоины под стоимостью 1200 долларов представляете 1200 долларов они готовы реально люди с удовольствием купят биткоин в то время когда в России биткоин стоит 730 да ну на бирже на основных то есть вот так люди зарабатывают они перегоняют в Индию поскольку криптовалюта она легко как бы мобильная ее можно легко передавать то есть возможности есть не только в трейдинге наша компания использует все возможности чтобы заработать вот эту прибыль и она по сути не такая уж и большая ребят то есть помните мы говорили что инвестируя под 10% в месяц можно создать капитал даже вот если откладывать небольшие деньги вот это как раз один из тех инструментов разумеется есть отчеты то есть компания торгует она для своих инвесторов каждую неделю каждый месяц и годовой отчет пока только один потому что компания молодая как и все компании собственно в криптовалюте я вот лично читаю каждый отчет мне очень нравится они выходят на русском языке и можно посмотреть то есть какие сделки были графики есть есть даже видео можете посмотреть кстати очень много информации находится в нашей группе у нас есть в контакте наша официальная группа если вы еще не знаете и там достаточно много материалов а будет еще больше мы над ней очень хорошо работаем сейчас будут интересные статьи по криптовалютам и все новости нашей компании вот ссылочка на нашу группу пожалуйста поступайте поставьте там получать уведомления и будете вы всегда в курсе самых свежих и интересных новостей ну давайте дальше все-таки какие варианты есть посотрудничать с компанией можно стать инвестором и доверить свои деньги в доверительное управление получать эту прибыль высокую от 10 до 25% в месяц ну рассчитывайте ребят на 15 чтобы не разочаровываться я всегда говорю 15 это более чем хорошо учитывая что в сбербанке на такую прибыль понадобится ну примерно там лет посчитайте сколько достаточно много годы уйдут чтобы получить такую прибыль которую мы делаем за один месяц также можно стать агентом по продажам для этого даже можно не оставлять свою нынешнюю работу нужно только пройти обучение у нас в команде это бесплатно и вы сможете подрабатывать просто делясь этой информацией информируя людей и технически помогая им разобраться с криптовалютой это определенная работа компания за нее готова платить также можно стать партнером и открыть свой офис это уже свой полноценный бизнес с огромными оборотами с огромным доходом но это уже персонально для тех кто любит работать можете устроиться на работу пожалуйста в компании нам требуются сотрудники в полцентры компания уже говорит на 15 языках ребят на 15 языках представляете то есть можно заказать звонок на очень ну на разных языках и постоянно нужны люди владеющие хорошо английским и ну с каким-то своим родным языком также можно стать трейдером если вы профессиональный трейдер у вас получается показывать результаты хорошую доходность компания вас готова рассмотреть и принять свой штат также компания запускает скоро обучение по торгам на криптовалютной бирже ребят поставьте плюсики может кто-то хотел бы обучение пройти по торгам на криптовалюте кому это потенциально могло бы быть интересно да конечно ребят это уже не какое-то там дальнее дальняя перспектива нет это будет ближайшее время это будет ну круто и компания даже вот недавно порадовала знаете если вы будете очень успешным учеником у вас будут хорошие результаты вас компания возьмет в штат закрепит за вами какого-то более опытного трейдера и вы сможете развиваться вот в этом направлении то есть вы сможете в принципе новую профессию получить нет ни на это будет неплатно у нас компания вообще очень лояльная нет никаких ни поборов ни каких-то вот знаете в общем компания очень честная и прозрачная деньги не берутся ну практически ни за что опять же зарегистрироваться можно бесплатно и уже более того уже сейчас есть материалы которые вы можете в разделе обучения скачать пользуйтесь ребят смотрите схема очень простая все очень доступно доступно каждому если вы до сих пор не зарегистрированы пообратитесь человек который вас пригласил вам зарегистрировал аккаунт у вас будет свой бэк-офис в компании там вы сможете всю информацию получить документы регистрационные скачать ну все что вам интересно вы там узнаете если вас это заинтересует то вы сможете сделать портфель создать инвестиционный портфель и получать доход каждый день каждый рабочий день вам будет начисляться прибыль то есть компания берет ваши средства объединяет их со средствами других инвесторов направляет в определенный пул инвестиционный и эти деньги идут в торговлю на бирже криптовалютной идет торговля биткоин эфир к доллару и между собой соответственно в конце же компания равноценно распределяет прибыль между вестерами и партнерами ребят поставьте десяточки в чат кто в пам-счета может быть инвестировал есть такие я просто инвестор со стажем и я массу знаю инструментов многое перепробовал вот пам-счета знакомы кому-нибудь что-то немного ну в общем в пам-счетах была такая возможность также инвестировать percent allocation модуль по распределению прибыли но очень часто можно было заметить что трейдер управляющий брал себе 70% прибыли а инвестору отдавал 30% я вот таких жадных вообще прям не любил когда я увидел что компания распределяет прибыли равноценно непосредственно между компанией и инвестором мне это очень понравилось давайте коротко то есть как выглядят инвестиции еще раз можно сделать депозит трех валют в биткоин либо криптовалюта эфир либо в долларах то есть когда мы инвестируем в биткоинах мы наш депозит и растет на 15% в месяц в биткоина а помимо этого еще и биткоин растет в цене как вы знаете у нас был такой пример вот мы садились в самолет летели в Москву посмотрели стоимость биткоина пока мы летели в Москву это 2 часа перелет идет выходим из самолета включаем телефон смотрим биткоин на 5% подорожал пока мы летели ну то есть класс то есть это двойная прибыль такая получается но для тех кто не любит связываться с биржевой волатильностью тот может просто в долларах инвестировать как в какой-то классической инвестиции получать стабильно прогнозируемый доход уже в долларах проблем хотя доллар тоже растет да тоже своя разная двойная прибыль окей ребят на данный момент все понятно никто еще не уснул все тут живые у нас уже 116 человек сейчас в чате приветствуйте я к нам только присоединимся сейчас будем говорить про самое интересное вот прямо про то как же большие деньги здесь делать скоро перейдем к этому а вообще ребят поставьте десяточки в чат кто вот на данный момент уже является вот инвестором то есть кто вот у кого есть понимание это внутреннее что инвестировать деньги это не какая-то прихоть богатых а это вообще необходимость для каждого простого человека иметь какой-то свой инвестиционный план инвестиционный портфель точнее это финансовый план да да ребят молодцы вот вообще спасибо вам большое что вы есть потому что финансовая грамотность у нас была в стране вот ниже плинтуса да одно время и вот сейчас вот новое поколение мы вот мы уже понимаем что инвестировать это обязательно на пенсию надеяться это самоубийство и вот наша компания как инструмент для инвестиций конечно подходит идеально давайте посмотрим как растут наши инвестиции есть миф чтобы инвестировать нужно огромный капиталами ну конечно же там просто другой уровень нельзя в нашем же случае можно инвестировать от 10 долларов если у вас есть 10 долларов вы уже можете посмотреть как это работает ребят у всех есть 10 долларов кстати давайте проверим напишите минусы в чат у кого вот нет 10 долларов даже плюс или минус что это кто-то плюс кто-то минус ставит ну давайте так вот Елена Вишневская вот вы первое минус поставили давайте сделаем как я вот очень хочу чтобы ваша финансовая ситуация улучшилась напишите мне после вебинара и я вам перечислю 10 долларов вы просто сможете проинвестировать в компанию посмотреть как это работает со мной можно связаться в контакте сейчас секундочку подам ну давайте проще напишите в нашу группу и там будет кнопка написать я потом посмотрю я вам перечислю 10 долларов вы станете инвестором компании ладно давайте дальше смотрите ребят 100 долларов в месяц всего лишь отложить думаю может каждый ну не знаю бросьте курить в конце концов и уже к концу года у вас будет сумма уже накопится благодаря сложному проценту 3000 долларов 3500 практически да ну конечно не фонтан вы не купите на нее квартиру но по крайней мере вы что-то соберете какой-то инвестиционный капитал небольшой и каждый из вас давайте домашнее задание посчитайте в инвестиционном калькуляторе ну в интернете какой-нибудь что будет дальше если вы будете продолжать допустим с 12 по 24 месяц сделать то же самое теперь второй вариант к примеру у вас есть какая-то разовая сумма вы хотите проинвестировать ну для примера я взял 1000 долларов если при тех же условиях ну не при тех же точнее там мы каждый месяц закладывали 100 долларов а здесь мы просто разово положили и забыли и все эти деньги у нас работают один год так вот к концу года у вас уже сумма будет 5000 долларов ну это вот так выглядят ребята инвестиции это то дерево которое растет и дает вам плоды ну заканчиваем с частью инвестиций про компанию и давайте 10 фактов компания наша официальная она зарегистрирована в Донконге это очень хорошая юридикция не какие-то там офшорные острова да это серьезное место где регистрируются все финтех проекты инновационная сфера криптовалюты это конечно же тот рынок который очень растет та сфера которая очень развивает миллиарды долларов сейчас текут сюда многие инвестируют именно в технологии не только вот биржи но и в технологии то есть уже сейчас даже некоторые банки выпускают пластиковые карты на которых нет вот обычных денег но к ним можно пришить криптовалютный кошелек и когда вы будете карточкой расплачиваться у вас криптовалютного кошелька по биржевому курсу будет уходить биткоин класс все деньги вообще бумажные не нужны можно уже жить на криптовалюту то есть вы будете также платить в магазинах вы не заметите разницы это очень круто итак мы получаем высокую доходность отчеты о проделанной работе о торгах мы можем посмотреть как выделили торги на этой неделе депозит у нас разумеется возвратный просто многие спрашивают а депозит возвратный ребят вы когда в Сбербанк инвестируете у вас депозит возвратный конечно же разумеется многие просто привыкли к сомнительным организациям свой депозит вы можете вернуть если вам нужны ваши деньги либо вам не понравилось как-то кручить с компанией без проблем выбираете депозит и даете другой инструмент в инвестиционном наш сайт уже говорит на русском языке уже два месяца и мы активно работаем тоже наша команда два месяца и регулярно может сказать каждую неделю появляется новый язык на сайте буквально недавно появился малазийский да ребят буквально недавно что у нас еще бурное развитие во многих странах просто во многих вот мы сейчас в нашей группе появился раздел называется в альбомах наша география ребят зайдите посмотрите какие флаги вообще есть вот только в нашей команде в нашей российской команде и там очень много стран там уже практически все европейские страны и начинает экзотика появляться там вроде Пакистана или Бразилии это конечно здорово на данный момент мы наша команда очень плотно сотрудничает с департаментом по развитию и мы получили вот полный карт-бланш на развитие компании в регионе СНГ то есть мы приоритетный регион развития и компания готова вкладываться в нас вкладываться в партнеров и полностью нас поддерживать в нашей работе это очень важно это я не встречал таких компаний которые настолько лояльны тем людям которые с ней сотрудничают ну собственно с компанией все понятно остальные вопросы вы сможете задать более детально этому человеку который вас пригласил а мы перейдем к супервозможности как же можно заработать без личных инвестиций ребят поставьте тысячу в чат кому вот интересно кто пока не может по каким-то причинам быть полноценным инвестором большую сумму может быть инвестировать но он хотел бы зарабатывать место с компанией и ну разумеется для этого придется развиваться в этой инновационной сфере то есть получать новые знания получать новые навыки изучать информацию работать над собой и собой но это того стоит ребят отлично отлично вижу что интерес есть теперь я коротко расскажу как же компания развивается как компании удалось столько стран проникнуть буквально вот за считанные месяцы захватить вот такую аудиторию вот только стран и такую активность создать вообще во всем мире вообще по Алексе давайте обо всем по порядку кто знаком с такой компанией как Uber поставьте плюсики кто может быть уже пользовался услуги этой компании так ну немного немного ребят чтобы понять что за возможности дает наша компания мы рассмотрим именно вот эту компанию Uber это вот ключевой факт чтобы понять вообще что происходит что за возможности нужно рассмотреть тот путь который проделал Uber Uber это тоже интернет компания достаточно инновационная технологичная как и наша что сделала она как она смогла давайте для начала что это за компания это сервис по вызову такси ну так вот просто и легко сервис по вызову такси этот сервис создали пару ребят которые просто в комнате сели с ноутбуками и стали писать программный код и сделали приложение для смартфонов для айфонов и на андроиде который работает для смартфонов благодаря этому сервису вы можете нажать одну кнопку и за вами моментально практически приедет такси вам не нужно никуда звонить то есть вас система видит где вы на карте находитесь вы видите машины которые вокруг ездите нажимаете одну кнопку вам подъезжает машина и собственно везет вас это будет дорогая машина хорошая с вежливым водителем сервис просто на высоте и вы заплатите дешевле чем заплатили если бы звонили по телефону да куда-то как эта компания смогла развиться идея это отлично но как вы знаете многие идеи похоронены так и не реализовавшись как компания смогла захватить весь мир почему я так говорю что весь мир потому что компания Uber самая крупная транспортная компания на планете круче чем RGD или ну прочие транспортные компании при этом у Uber нет ни единой своей машины ни одной они запустили такую вещь как партнерский маркетинг как он выглядит я рекомендую услугу если обучаю ей пользоваться если человеку нравится компания мне немножечко меня отблагодарит смотрите показываю на практике я сейчас в чат кинул свой код на Uber если вы установите это приложение и ведете этот код вам компания подарит бесплатную поездку то есть вы сможете вызвать такси и бесплатно уехать в любую точку даже не нужно ничего платить в компании Uber вообще не платят вы просто выходите из машины и у вас с вашей карточки списывается сумма поездки это будет дешевле чем на простом такси так вот я сделал рекомендацию очень простую мне она ничего не стоила это классный продукт я им наслаждаюсь и советую вам то есть это мне было легко если вы воспользуетесь этой поездкой компания мне начислит тоже бесплатную поездку по-моему гениально да и поскольку это предложение лучшее на рынке его стали все друг другу рекомендовать и таким образом в большинстве стран есть Uber он там работает без проблем куда бы я ни приехал вот я беру я пользуюсь только этим такси разумеется эти бесплатные поездки таксист меня бесплатно не повезет ему компания заплатила за то компания за то заплатила что я порекомендовал заплатил и своих денег таким образом компания стала крупнейшей транспортной компанией благодаря партнерскому маркетингу ну вот чтобы вы понимали капитализация Uber а это всего лишь программка в телефоне равняется капитализации Газпрома то есть порядка там 50 миллиардов долларов помните наш кстати волшебный значок на удивление да можете удивиться какая-то программка которую пару студентов разработали стоит на рынке капитализации как Газпром вообще Газпром это же такая махина да какой-то Uber вот сила партнерского маркетинга и подтверждение того что мы живем в век информационных технологий самая большая ценность это информационные технологии например вот WhatsApp я уже говорил сегодня он был продан это тоже бесплатное приложение в телефоне но его купили за реальные деньги это 19 миллиардов не миллионов даже миллиардов вот в таком мире мы живем как наша компания тоже захватит мир очень просто мощная идея интернет виртуальность то есть мы просто передаем виртуально информацию это можно сделать по Skype миллион каналов и партнерская программа то есть мы заинтересованы распространять ее людям интересно нас слушать все взрыв рынка давайте дальше это по сути является элементом такого сетевого маркетинга у многих я знаю давайте минус поставим кто боится сетевого маркетинга кто там нет опять это но это именно партнерский маркетинг я вот немножко разделяю эти понятия хотя против фестиваля ничего не имеют отличная сфера она себя хорошо зарекомендовала во всех странах но у нас немножко другое то есть мы не покупаем какой-то товар у компании и продаем друзьям а мы изучаем много информации чтобы начать пользоваться какой-то услугой а потом учим других это если им это интересно хотя инвестиция это лучший товар и он интересен всем уже все поняли что нужны не все конечно но большинство адекватных людей понимают что о своем будущем надо заботиться прямо сейчас уже не откладывая на старость поэтому мы получаем свой процентик за то что помогаем компании развиваться между прочим это абсолютно нормально но только что уже крупнейшие банки действуют точно так же порекомендуй нас советую другу но знаете я друзей своих люблю я им кредиты не советую брать поэтому в этом случае этот партнерский маркетинг не срабатывает окей как вы знаете Роберт Киосаки всем вам известен давайте 100 в чат напишем кто читал богатый папа бедный папа может быть я вот знаете недавно читал статью что действительно с этой книги богатый папа бедный папа началось просто вот очень у многих вот интерес уже к деньгам к бизнесу как-то к развитию да вот согласны именно с этой книги ну как вы знаете конечно Роберт он за сетевой маркетинг всеми руками и ногами но суть сетевого она знаете должна быть в чем в том чтобы получать усилия не только от своих усилий а от усилий разных людей смотрите в чем суть суть в том что компания согласна поделиться с нами прибылью если мы обучим другого человека поможем ему зарегистрироваться на сайте изучить всю информацию объясним как работают криптовалютные кошельки потому что помните слайд как меньше 1% вообще понимает про что речь о каких тут инвестициях речь нужно людям помогать нужно информацию доносить это определенный труд я лично его делаю уже много лет бесплатно потому что это как бы идеологическая моя ценность я просто вот раньше это делал бесплатно сейчас я за это еще и получаю хорошие деньги так вот если вы порекомендовали человеку и он сделал депозит допустим в 1000 долларов компания вам заплатит ну сегодня будем коротко говорить 10% коротко 10% по-моему неплохо да опять же разумеется эти деньги компания заплатит не из депозита этого человека а из своей прибыли как и банки вот на прошлом слайде давайте плюсики кому нравится такое что можно отличную идею порекомендовать отличную возможность а за это еще и 10% ну конечно не так много как в некоторых комитетных организациях ну это реальная сфера здесь бесконечно не можно ага вижу многим нравится конечно это классно действительно это отличная возможность это так называемый первый вид бонуса то есть от привлечения инвестиций смотрите что произойдет дальше очень многие ребята которые знакомятся детально с криптовалютой с нашей компанией с ее возможностью у них загораются глаза вот так же как у меня и они идут уже дальше они им есть кому посоветовать они идут дальше этот человек уже кого-то приглашает я этого человека вообще не знаю я с ним не знаком даже и тот по его рекомендации тоже делает какую-то инвестицию от его инвестиции я тоже получу процентик разумеется уже меньше несколько процентов всего это будет но я их получу это уже не моя активная работа это активная работа моего человека классно и процесс пойдет дальше так до пятого уровня до пятого уровня то есть там уже какие-то люди в других городах в других странах я их знать не знаю но они делают инвестицию а мне компания делится со мной потому что с меня это началось если бы не я не было бы и тех людей давайте соточку в чат кто вот прям понял о чем речь ребят это настоящий пассивный доход настоящий такой пассивный доход то есть мы сделали работу один раз но эта работа пошла дальше она пошла дальше и мы продолжаем получать да немного да несколько процентов но этих людей уже внизу могут быть там сотни у нас у ребят уже дальше расскажу это очень классно доходит до того что уже где-то на пятой уровне где-нибудь в Мексике бегает Хуан Карло де Мартынес и продает всем своим мексиканским друзьям идею нашей компании вы вообще его знать не знаете но он приносит вам деньги по-моему это здорово но это не все ребят как вы уже поняли у нас компания инвестиционная и все наши инвесторы они начинают получать пассивный доход вот теперь барабанная дробь просто после того как я увидел эту возможность я ночью не уснул поэтому такой дисклеймер кто хочет сегодня выспаться закрывайте уши от пассивного дохода каждого участника вашей партнерской сети компания будет платить вам ежедневно небольшой процент повторю все люди в нашей компании получают пассивный доход от всех ваших людей которых вы даже ну не только ваших а людей ваших людей людей ваших людей людей компания будет платить вам небольшую частичку их пассивного дохода понимаете возможности то есть благодаря вам эти деньги компанию были привлечены размещены в управление в торги компания не затратила на это ни копейки то есть вы сами сделали работу сами сделали работу и только по факту выполненной работы компания уже видит стоит что-то вроде пам-счета помните пам-счета мы говорили процента локейшн модуль и компания распределяет вот так прибыль это все работает автоматически то есть моментально в тот же вот вы завели человека помогли ему проинвестировать в тот же день вы видите на своем счете на криптовалютных кошельках внутри компании вы видите эту доходность вы ее можете взять и вывести тут же то есть никаких ограничений вообще нет ребят вот когда я вторую возможность увидел я понял одну простую вещь выйти вот в чем вот беда сетевых компаний в чем беда сетевых компаний что у людей нет результата то есть ну как вот его замотивировали купить пол камаза каких-то банок с мозгами акулы которые там если втирать то не будет не знаю пехать ну вымышленный товар такого нет может и есть и человек накупил пол камаза этих банок и он не знает что с ними делать он не может их никому продать в итоге они испортились он их выкинул у него негатив он сидит плачет не смог продать их в нашей компании мы продаем инвестиции таким образом у нас результат есть у всех сами вы проинвестировали либо вы пригласили человека он получает свой процент он получает свой пассивный процент и он получает проценты от приглашений от приглашения его людей и от пассивного дохода короче это круговорот денег просто круговорот денег вы понимаете что если активно проработать вот у нас уже есть ребята у которых в структуре больше пятиста человек ста человек и от каждого это активно проплаченных уже инвесторов разумеется и вот от каждого из них до пятого уровня ребята каждый день получают небольшой пассив то есть смотрите вы понимаете о каких деньгах вообще речь то есть выйти на 30-40-100 долларов пассивных в сутки здесь очень реально ну пока пока да пока пустой рынок абсолютно пустой рынок это сделать реально когда рынок будет уже более насыщенный это будет сложнее сделать но опять же если 50 долларов в день то сколько это ну порядка трех тысяч рублей в день по-моему это неплохо ребят ну и опять же свободное время то есть вы один раз делали работу и в ваших сутках уже не 24 часа покуда вы один на работе да как на обычном а у вас уже целая команда в сотни человек вы разумеется там 90% из них знать не знаете но это ваши люди и их работа вам считается и в ваших сутках уже становится 15 тысяч часов то он крут ну и так таким образом есть разные статусы и поскольку компания сейчас очень заинтересована в активных грамотных интеллигентных умных партнерах компания таким активным людям готова сразу давать кто четко решит развиваться вместе с нами в нашей сфере и вместе с компанией компания сразу открывает высокий статус лидерский на котором уже очень хорошее вознаграждение очень хорошее вознаграждение эта возможность пока сохраняется нужно торопиться иначе вам придется большой слишком путь проделать чтобы добраться до этого статуса пока мы можем его вам грубо говоря предоставить вы конечно же должны подтвердить потом активными действиями что вы не случайно здесь человек это конечно здорово есть еще супер лидерские статусы вот на прошлой неделе я хочу похвастаться вот серенити это предпоследний статус и у нас уже есть люди в команде которые достигли этого статуса то есть карьеру здесь можно бешеную построить просто сумасшедший рост просто вот такой как на ракете окей пустой рынок это лучшая возможность как вы понимаете мы находимся в инновационной сфере про которую пока еще 0,1% помните статистику знает то есть мы эту информацию можем доносить и нас будет интересно людям слушать ну прям гарантированно интересно потому что криптовалюты это уже жужжащий информационный фонд поставьте вот соточку в чат кто слышит вот это информационное жужжание в обществе криптовалюты 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 да ребят это это тренд это супер тренд и те люди которые сейчас там из-за своего невежества говорят это все ерунда это все лопнет они скоро будут вынуждены встать перед фактом что им необходимо пересмотреть свое мнение вот так и если вы работаете в этом тренде вам будет гораздо проще чем если вы где-то на занятом рынке работаете ну это не всем понятно небольшой промоушен компания дарит ну как не дарит а дает за работу либо 100 долларов если у вас в команде 100 человек либо айфон если у вас 500 человек либо макбук скажу так многие ребята у нас за неделю делают статус на 100 долларов и футболку уже несколько человек ну мы работаем ребят всего 2 месяца чтобы вы понимаете 2 месяца и то вот завтра будет 2 месяца но уже есть люди которые получили айфон есть много людей которые получили 100 долларов и думаю до нового года появятся люди уже с макбуками ой такая приятная вот кто любит технику от тейпл поставьте плюсики я вот ну как вы заметили да когда телефон показывал у меня тот же айфон я специально не покупаю новый потому что я очень много работаю а все кто у нас много работают получат айфон прям гарантированно окей давай дальше ребят мы приближаемся уже к концу как вы помните я вначале не сказал но я думаю что вы помните в конце вебинара мы разыграем 3 раза по 20 долларов это первый раз когда мы разыгрываем 3 раза обычно мы разыгрывали 2 до этого 1 но нас все больше больше и больше мы растем у нас аудитория наша растет в благодарность за то что вы послушали нас сегодня пришли послушать меня мы разыгрываем вот эти денежки в самом конце вебинара это буквально через пару минут мы это сделаем как это будет мы в прямом эфире я покажу демонстрацию экрана и на сайте включу демонстрацию экрана вы увидите как рандомно мы сгенерируем число равное количеству слушателей и на кого в чате мы насчитаем тот человек получит 20 долларов здорово да компания вообще очень богата на подарки многие знают и многие думают сейчас будут стараться сделать статус метрополис чтобы получить тот золотой биткоин смотрите у меня остался последний вопрос вот кому информация очень сильно понравилась кто прям загорелся кто понял что это реально классно но может быть у него пока немного собственных денег чтобы создать инвестицию или он совершенно не понимает где ему найти 100 человек есть такие кому все понравилось но он не понимает господи как эти люди 500 человек сделали я вообще в жизни так не смогу что вообще надо делать есть такое непонимание у вас сейчас в голове где мне взять столько людей как мне стать успешным партнером этой компании ого так вижу давайте так специально для вас сделаем маленькую такую поправочку открою пару секретов как мы это делаем как мы делаем продажи как у нас сотни людей к нам приходят и работают с нами смотрите мы живем в информационном веке у нас есть инновационные инструменты по ну работе по работе представьте что на страничку вашей социальной сети начинают приходить сотни и тысячи людей каждый день у вас очень красиво правильно оформлена страничка и в принципе то предложение которое я вот сейчас рассказываю оно красиво грамотно упаковано и люди как бы случайно подходят к вам и этих людей тысячи и они заинтересовываются этой информацией и пишут вам сами кому такая возможность прям вот супер понравилось поставьте миллион плюсиков ну не миллион а вот насколько вам понравилась такая возможность настолько плюсиков поставки да конечно ребят вот таким современным способом и делаются большие деньги делаются большие люди вам по сути ребят остается только консультировать людей у вас нет вопроса где взять вам остается только делать вашу прямую работу консультировать разумеется для этого вам нужно пройти обучение вам нужно быть компетентным придется поработать придется пообучаться но это можно сделать ребят за месяц Грубо говоря, вы уже в 2017 году, ровно через месяц, вы можете быть полноценным специалистом относительно нашей компании, нашей услуги. У вас будет в голове все, что нужно для успешной работы. Вам остается только консультировать, и это делается вот такими способами. Это наш платный тренинг только для наших партнеров. Он стоит копейки только для того, чтобы у вас был результат. Задача тренинга – дать вам результат. Сейчас у нас идет очередной поток. Второй уже, он скоро заканчивается. У ребят будут большие результаты. Чтобы попасть на третий поток, вступайте в нашу группу и следите за новостями. Сейчас специально не даю ссылок, это будет позже. Итак, технически что же это, как эта магия совершается? Это очень просто. Есть волшебное программное обеспечение – софт. Этот софт по автоматизации социальных сетей, по работе в социальных сетях и вычленению той целевой аудитории прямо. Если к вам, понимаете, если вам будет на страничку пища грузчиков приходить, ну, конверсия будет невысокая. Но если к вам инвесторы приходят на страничку, то у вас будет очередь, вы будете завалены очередью из потенциальных инвесторов и партнеров. Это все делает софт, и профессиональный тренер вас обучает, как это делать. Но только в рамках нашей команды, нашей компании и нашей инвестиционной услуги. Мы не учим левых людей этому, это только для нас. Поэтому вступайте в группу, следите за новостями, когда будет анонс. Добавляйтесь. Сейчас я продублирую ссылочку на нашу группу, может быть, кто-то позднее пришел. Кстати, в группе есть вся информация, будет и запись этого вебинара, и запись всех прошлых вебинаров, и очень много ценной информации, в принципе, по криптовалютам. Поэтому давайте вступайте, не теряйтесь, и мы приближаемся к концу. В принципе, основную часть я вам уже рассказал. Все технически узкие вопросы, которые у вас остаются, вы можете задать тому человеку, который вас пригласил. Вообще у нас в компании мы работаем через институт такой кураторства. То есть каждый партнер, который хочет… Вот смотрите, если вы просто хотите быть инвестором, вам это вообще информация не нужна. Все, что про инвестиции в компании, это отдельно. Вообще не путайте с партнерской работой. Никаких обязательств нет никого никуда приглашать. Это просто маленькая дополнительная опция для активно социальных людей. Понимаете? Все инвесторы у нас молча инвестируют и даже знать не знают, что у нас есть такая вообще партнерская программа. Но те, кто хочет активно поработать, для тех именно вот эта возможность. И для каждого такого человека, кто хочет активно поработать, есть куратор, то есть человек, который уже с опытом, со знаниями, и он вас ведет за руку. Вы не одни. Это командная работа, и у вас всегда будет человек, который вам поможет. Если какой-то сложный вопрос, вы приходите вместе с вашим куратором ко мне, и мы его решаем. Это проблема. Если вдруг у кого-то возникли какие-то существенные вопросы, прям вам нужно устроить какие-то переговоры, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, берите свой куратор и приходите ко мне, мы будем все обсуждать. Куратор – это… Вот, Сюзанна, смотрите, куратор – это не спонсор. Куратор – это тот человек, который, ну, в терминологии сетевого маркетинга, да, это спонсор. Но в моей… Ну, что значит спонсор? Он же вам не дарит деньги, правильно? Он вас курирует, он вам помогает, объясняет, отвечает на ваши вопросы, и, ну, просто вас ведет за руку, понимаете? Это не спонсорство. Спонсорство – это… Спонсор – это когда наша компания выступает на крупнейшей биткоин-конференции, она является спонсором, она безвозмездно дает деньги на развитие криптовалют в России. Да? Это спонсорство. В нашем случае, когда человек с вами работает, это куратор. Итак, ребята, поздравляю всех, мы приблизились к концу, вы в нужное время, в нужном месте. Если у вас остаются вопросы, то задавайте их именно мне сейчас. Если вопросы такие, более технические, то кому человек, который вас пригласил? Ребят, буду рад ответить на ваши вопросы, и перейдем, собственно, к розыгрышу. К розыгрышу. 20 долларов. Три раза подряд. Так. Смотрим, сколько нас в чате. У нас 125 человек. Плохо. 125 человек. Борис. Ну, Борис, пишите в Телеграм. Что ж вы? В Скайп у меня весь завален. Я сто раз говорил, можете ВКонтакте написать, можете в Скайп. Я, в принципе, всегда на связи. Как вы знаете, мы сейчас скрываем офис Москва-Сити. Я уже сегодня подписал договор на аренду офиса в Екатеринбурге. То есть, ну, понимаете, есть определенное занятость. Не нужно писать. Сейчас я буду. Ну, ребят, отлично. Давайте, раз вопросов нет, то мы переходим, собственно, к розыгрышу. Сейчас я закрываю презентацию и включаю демонстрацию экрана. У нас в компании все честно, прозрачно, поэтому вы можете видеть все, что я и результаты, собственно, розыгрыша. Так, ну, я думаю, вы видите, да, экранчик? Отображается. Так, сейчас мой хороший друг и партнер Сережа Каныгин поможет мне с подсчетом дителям. Итак, внимание, давайте. 126 человек. Начинаем считать от Дмитрия в чате, да, от первого участника. Ну, докладчиков не будем считать, только участник. То есть, от Дмитрия. Итак, 126. Генерируем случайное число от единицы до 126. Барабанная дробь. Разыгрываем первого победителя. Кто же это? Жмем кнопочку Generate. И это 85. Окей. Ребят, придется посчитать. Давайте вместе с вами считаем от Дмитрия. Минута молчания. Минута молчания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, я немножко сомневаюсь. Сейчас, Сережа, давай, я вижу, что ты пишешь. На кого насчитал ты? Я насчитал на Дмитрия Шонте. Нет, ребят, номер мы считаем 85. Ребят, вот есть у нас в чате человек с таким логином? Ну, конечно же, он есть. То есть, слушает ли он нас? Тут ли он? О, Дмитрий, привет. Привет. Отлично. Давай покоммуницируем с тобой. Ты уже являешься зарегистрированным партнером компании? Да, отлично. Напиши, пожалуйста, свой логин и компания тебе за то, что ты уделяешь время на наши вебинары. И такой везунчик ты сегодня. Компания переведет 20 долларов в твой личный кабинет. Если ты сейчас не готов назвать свой логин, то пиши мне в ВКонтакте после. О, отлично. Молодец. У тебя все под рукой, да? Ребят, приходите сразу с своими логинами под рукой, потому что, видите, можно внезапно взять и оказаться победителем. Отлично. Спасибо тебе. Давайте разыгрывать второго победителя. Пока похлопаем тебе. У тебя, видимо, сегодня отличная карма. Может быть, какого-то котенка с трасс-класса. Давайте разыгрываем победителя номер 2. Смотрим, сколько у нас в чате. 129 человек. Видимо, кто-то пришел специально выиграть. 129 человек. Жмем кнопочку Generate. 53. Отлично. Давайте, ребята, вместе посчитаем, кто же это у нас. 53 номер. Приятного аппетита. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, вы что там считаете все вместе? Все 129 человек сейчас изучают чат. Все, кто-нибудь как бы попал тоже на этого человека, что и я? Подсчеты давайте сверим. Да, Виталий, отлично. Виталий В, привет, ты здесь? О, класс, так и ты действительно. Привет, давай пообщаемся с тобой. Ты уже являешься зарегистрированным партнером? О, отлично, ребят, здорово. Спасибо вот тем, кто уже состоит в компании, но все равно приходит меня послушать. Я буду стараться постоянно какую-нибудь новую информацию давать, там новости рассказывать, поэтому, конечно, приходите. Вот, тем более, как Виталий, можно выиграть 20 долларов. Отлично, готов сейчас свой логин назвать в системе? О, ну ты молодец, подготовился, да? Класс. Хорошо, пишу. 0,23. Компания точно так же, как и все, тебе начислит личный кабинет 20 долларов. Ну, опять же, это может быть в биткоинах, а может быть в эфире, а может быть в долларах. Поэтому оставим такое сюрпризное усмотрение компании. Ты их сможешь проинвестировать, создать новый портфель, да, либо вывести. Без проблем. Отлично, ребят, поздравляем следующего победителя. И у нас дебют, первый раз в истории мы разыгрываем третьего победителя. У нас уже 130 человек. Это, наверное, китайцы приходят под конец нового вебинара выиграть немножечко денежек. Нет, 129, 129. Все, больше не меняем значения. Идем на сайт. Random.org. Число у нас не меняется. Барабанная дробь. Ой, лишь бы недолго считать. Женем кнопочку Generate. Пам, 42. Отлично. Давайте напряжем глаза в последний раз. Ребят, Нина Попова, нет? Ребят, Нина Попова, нет? Нина активная девушка, я ее знаю, мне кажется. Нин, привет. Ты здесь? Ага, вижу, что здесь. Спасибо, что пришла сегодня на наш вебинар, послушала меня. Ты была активной слушательницей. От конец этого доикает. Готово сказать свой логин и получить эти 20 долларов? Ребят, давайте сделаем так. Ребят, победители, кто выиграл сегодня, сделайте, пожалуйста, приятное для компании взамен. Придите в нашу группу официальную ВКонтакте, напишите там на стене в комментариях, где ничего неприятное. Поблагодарите компанию за розыгрыш и придите в официальную группу Фейсбука. У Фейсбука, знаете, есть официальная группа. И оставьте там положительный какой-нибудь отзыв под записью вот этого видео. Компания выложит. Вы там скажите просто спасибо за такую маленькую приятку. Так, Нин. Ага, вижу твой номер. Ну все, ребят, поздравляю победителей. У вас очень хорошая карма. Приходите еще, может быть, выиграете снова. Спасибо вам и всем новичкам, которые сегодня к нам присоединились. Я, ребят, поздравляю вас с этой новой информацией. Это действительно очень ценная информация, надеюсь, для вас была. И в дальнейшем вы уже сами принимайте решения, изучите побольше, проверьте все мои слова в Википедии, в интернете. И надеюсь вас увидеть в нашей дружной, богатеющей компании. Ребят, всем спасибо. Был очень рад сегодня выступить перед вами. Желаю всем хорошей недели. Приходите в четверг на вебинар Алексея Чиженко. Это профессиональный трейдер. Он по-своему передает эту информацию. Вам будет тоже интересно. Ребят, всем спасибо. Всем пока.